Вот я лежу в больнице, да, и вот только что вышел из наркоза, и я понимаю, да, что отдал все Богу, как Бог решит, так и будет. Я верю, что Бог еще меня оставит на земле и расскажет очень многим людям, что им нужен Христос, пока не поздно. Просто, знаете, вот задумайся ты лично. Сейчас, может быть, ты куришь, пьешь, колешься, нюхаешь и играешь, или непонятно еще чем ты занимаешься. Я тебе говорю конкретно, если ты бы лежал при таких боли, как я, уже четвертый месяц, и оно все хуже и хуже, Сейчас я жду анализ, проверки всех этих, анализ крови весь повышенный, состояние непонятное вообще, еле как хожу. Я тебе просто хочу сказать одно, пока не поздно остановись. Остановишься ты по-любому, или ты остановишься в могиле, когда будет поздно, или ты остановишься тогда, когда Бог стучится в твою жизнь. Он сейчас и сегодня стучится. Он стучится тебе уже всю жизнь, через обстоятельства, болезни, еще какой-то момент в жизни. Он стучится. Приди к Нему, покайся и начни жить так, как хочет Бог, а не этот мир. Пока не поздно. Бог дал мне пару секунд жизни покаяться и просто рассказать тебе это. Он мне это время реально дал, и это очень хороший момент, чтобы в сердце у нас жил Спаситель. Начните читать Библию, Новый Завет, разберите его, потом Старый Завет, я так сделал. И чтобы истина жила в вашем сердце. Я говорю это все серьезно. Вы не думайте, что вы будете бухать, курить, колоться, жить как непонятно то, жрать все подряд. И потом у вас все будет хорошо. Не, так не пройдет. Наше тело живое. Я 15 лет издевался над своим телом. Бог дал мне возможность покаяться. А теперь какие-то проблемы. Но я верю, Бог все держит в руках ранами Иисуса Христа. Я спасенный кровью Иисуса Христа. Я исцеленный. И слава Богу Иисусу Христу Спасителю. Но я хочу лично тебе сказать, друг мой, задумайся про это серьезно. Чтобы ты так не лежал с такими ужасными болями, где уже капельницы тебе не помогают просто ходить. Ты ходишь, еле как думаешь, сейчас ты грохнешься. Потом тебя увозят на коляске, дают укол наркоза, ставят в маску и ты засыпаешь в слезах. И просишь Бога, дай мне, пожалуйста, еще один момент в жизни. И проверка за проверками. И врачи пока мне с ней хотят отвечать, сейчас говорят вечером или когда они ответят. Точно это все или нет. Вон анализы крови лежат. Могу показать, если тебе это сильно интересно. Просто я хочу тебе сказать. Сегодня и сейчас есть возможность. Вон началась католическая церковь колокола бить. Слышите? Бог стучится каждый день. Остановитесь, покайтесь и начните жить так, как хочет Бог, а не этот мир. Это очень важный момент. Вы не думайте, что завтра есть еще возможность. Никакой гарантии нет, что вы завтра еще будете все жить. И так же в моем ситуации. Я это понимаю. Аминь.